По состоянию на 20 марта в России больны коронавирусом около 200 человек. В Нижегородской области заразившихся трое, причем первая заболевшая уже выписана. В Сарове больных нет. Согласно распоряжению властей, в городе закрыты все муниципальные учреждения, театры, библиотеки, спортзалы и так далее. Все мероприятия, которые направлены на профилактику, это, конечно же, в первую очередь для групп риска. И когда меня спрашивают, ну ладно, пусть работники не собираются, а мы-то пенсионеры, ну чего уж мы соберемся, чайку попьем между собой. Значит, вот еще раз хочу сделать акцент, что в первую очередь это как раз мероприятие для групп риска. Группа риска – это лица пожилые и лица с сопутствующими заболеваниями, напоминаю, бронхолегочной системы и сердечно-сосудистой системы. Речь о закрытии магазинов, рынков и тем более КПП пока не идет. Проводить тотальную термометрию тоже не планируют. Запретить въезд в Саров людям из других городов не собираются. Совершенно четко видно, что инфекция идет с людьми, приезжающими из-за чагов этих заболеваний. Что нам бояться приехавших из других городов, где там на всю Москву 100 случаев, да? Вот все случаи заражения сейчас идут, основные страны. Китай уже, кстати, закончился, а тут уже никто ничего не везет. Сейчас это Италия, Германия, даже Иран уже отошел на задний план. Сейчас в основном это страны Евросоюза. После доклада Ирины Александровны депутаты смогли задать свои вопросы и озвучить вопросы избирателей. Насколько велика вероятность, что солдат на КП стоит, перебирает пропуска руками. Через нее несколько тысяч проходит. В случае, скажем, контакта с пропуском носителя. Насколько велика вероятность всех последующих, то есть подхватить вот это все дело. И не стоит ли в связи с этим вносить какие-то изменения в схему организации пропускного режима территории ЗАТО? Ну, я имею в виду... Временно хотя бы. Да, ну, временно хотя бы, на период с пандемией. Не давать вообще. У нас сейчас на всю Нижегородскую область три заразившихся. Фактически два, которые сидят в больнице. И мы не говорим о том, что у нас есть много больных, которые это все разносят. Это вот реалии дня. А чисто теоретически можно выдумать все, что угодно. Да, с любыми предметами, абсолютно с любыми предметами можно все, что угодно передавать. Самое главное – соблюдать меры профилактики, уделять повышенное внимание гигиене. Также Ирина Игнатьева подчеркнула, что выздоровели или легко перенесли коронавирус 80% заболевших во всех странах. После выздоровления они не остаются носителями заболевания. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.